Нет, нет, нет. Вы остановили. Я сейчас. Сейчас пошло. Она показала, нет питания. Она знак выбросила мне. Это не я. У меня все шло, теперь перерыв. Так, говорите, пожалуйста. Я насчет вот... Хочу вам присылать это преподобного Серафима. Это Ефрема Сирина. Ну? Чтобы вы почитали. Может быть, вы почитали, не знаю. Нет. Ефрема Сирина я начитывал, не просто считал. Я знаю. У него шесть томов. Я начитывал на пленке, распространял. Меня это нисколько не смущает. Это не противоречит ничему, что он сказал. Они между собой разнились. И это надо признать, что... А что, в то времени никакой компьютерной техники не было, лазерного луча не было, и они не знали, как это будет. А сегодня там... Что там? Принял какой-то смаковое... Зернышко, может быть, и там целая книга записана. Все о тебе. Раз высветили. Все, у тебя полиция не ищет денег. Столько взял на столько. Иди гуляй. Антихриста принял. И вот когда начнется щипирование, щипирование, это уже конец. Тут не надо упереться. А сегодня вот там паспорт заграничный. Я за границу ездил, оформлял. А там, когда в Великобританию едешь, там сетчатку глаза снимают. Так тут поднялись. Это все уже печать Антихриста. Я говорю, если печать Антихриста, об этом не говорит Ефрем Сирин как раз. Человек не может совершить крестное знамение. Смотрите, я его совершаю. Успокоились. Что вы придумаете? Пластиковая карта там. Ну, это люди, которые... Авель, Семенов ездят, и мутят они. А сами... Я не знаю про них. Знаете? А сами... Вот, оформлять дом никак... Без паспорта никак... Паспорт нельзя брать. И люди пенсию заработали, все бросили, и сейчас такую беду терпят. Я очень близко с ними знаком. Однажды, как говорится, в моем доме 32 человека сразу обратилось. Это истинно православные христиане, подпольщики. Они вышли, получили паспорта, получают пенсии, дети пошли в школу. На себя и селок подзылый иго, который Бог не ложил на него. Сами наложили на себя. Об этом церковное начальство подробно говорит. Да. Да вот это вам прислал. Да, ничего. Ничего, я это знаю. У меня есть. Я не настаиваю, говорю, не настаиваю. Разное мнение, и мы этого придерживаемся. У нас был апокалипсис семитолковый. Один и тот же стих толкуется на семь вариантов. Вот один святой отец сказал так, другой так, аз же мню. То есть я думаю вот так. А в церковь принято вот так. Семь. Толкование на один стих. И ничего. Нас не радует. Они отталкивают из церкви. Потому что мне вот этот чип и типизация не так страшно, как духовная печать. Да, конечно. А духовная она может тоже сегодня быть. Это у Эзекииля написано. Прямо написано. Что если человек не принимает Бога, ему знаки поставлены. И прямо сказано. Идите, убивайте, у кого знаков не будет. А это еще за 600 лет до Христа он уже был. Знак этот. Ведь в апокалипсисе тоже те, которые царствуют тысячи лет как бы. Тысячи лет. Да, это в духовном плане. Они же не приняли. Там написано в апокалипсисе. Они не приняли начертание начало их на руку свою. Да. Значит, у них было тоже понятное печать. Ну, она невидимая. Ну, значит, невидимая. Ну, иди ангелу сказал. У него прибор писать. Иди, поставь. И дальше младенец. Кто будет, убивайте, у кого нет знака. Значит, они другим знаком запечатлены. Нам тут в это дело входить далеко не надо. Не знамо. Иоанна Златоуста спросили, а где Илья, на каком небе, чем занимается. Он говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все ясно и понятно. Я это взял себе как афоризм. Этого не написано. Ты понимаешь так, понимай. Нас это не должно разделять. Это второстепенно и даже дальше того. В главном единство. Верива Христа в церковь. Без церкви нет спасения. Любая секта, все это вне церкви. Потому что нет благодати освящающей. Как говорит Феофан Затворник. Нету непричастия, ничего нету. И главное, все сектанты крестят в воде, а прокидывают на спину. На спину держат, а так руку подложат и назад. Я говорю, откуда это вы взяли? Когда это пошло? В смерть крестились. 4-6. Послание Кринус. Смерть. А он умер, вися на кресте. Поднимался, дыхал, аспекция. Откуда вы взяли? Это положение в огроб. Они не понимают этого. Вы даже внешне не то. Я прощение грехов, они не признают. А зачем вы это делаете? Она получила там языки. Уже Иринея Леонский пишет, что языки уже исчезли. Уже в третьем веке ничего нету. А зачем? На всех языках есть профессора, Евангелие переведенное. Не надо на своем настаивать. Надо смотреть, а как было, как церковь смотрит. Вот спрашивают там об ИНН. Но об этом Ян Кристианкин говорил. Об этом говорит Иларион Алфеев. Церковное начальство сказало. Ну, маленько, там можно прислушаться хотя бы на день. У нас тут был один. Земля плоская. Земля там на слонах или на чем стоит. Ну, еще теперь. В школе-то не учился, за бабами пробегал, за девками. А теперь в мозгах каша. А космонавты? Космонавты были, но никто не летал. Им просто так деньги платят. А я сказал, говорю, я вам докажу это в течение трех дней. Поехали на Байкал, когда застынет. Это единственное, идеально ровное место. 4 километра 800 метров. При росте 1,70 метра видно будет, что на земле лежит. Дальше нет. Дальше на стул надо остановиться. Вот тебе и земля круглая. Это очень легко. Как матч сначала появляется на море. А почему не корабль-то? Потому что оно горбом, земля-то круглая. И ничего нельзя доказать. Почему? Дух лживо шел. И он человек невластен себе. Он теперь и Славика, и Чебаркульского, и Германа Стеллига, у него все святость теперь. Он не понимает совершенно, у него мозги свихнутые. А об этом Славике, и Чебаркульском, сколько уже сказали. Церковное начальство исследовали. Эти книжки написала там с Валентиной Афанасьевной, мать. И уже теперь пишут не так, как раньше. Вон там динозавры под землей. Ну, маленько посмотри. Ребенок мультиками бредил. Чего вы дурью маетесь-то? У нас святых не год. Это я видел, да. 1173 жития святых. Бери пример. А какой пример? Евангельский пример. Те, которые шли, проповедовали, как Павел. Можно еще один вопрос? Еще, пожалуйста. Насчет этого, что он не явится, пока удерживающий не будет изъят. Да. Речь идет о Духе Святом, который будет взят от среды людей. От среды. То есть все-таки это будет? Будет. И написано, вот допустим, мне не надо, если у меня здоровый организм, я в день, я знаю, утром, когда поесть, у меня внутри выделяется там, как Павлов говорил, вот, к соке там выделяется, он узнал, ну, на запах пищи уже реагируешь, а тут, говорит, пошлю, пошлю, голос, жажду, слышание слов Господних. Сейчас мы раздаем Евангелие, вот сейчас только получили, Евангелие примерно 700, раздаем, в красное, которое четверо Евангелия, по благословению Патриарха Кирилла, крупным шрифтом, будет время, когда люди вас жаждут, а сейчас они берут и заглыхают. Жажда будет, жажда слышать, от моря до моря будут ходить, и не найдут, верующие будут изъяты, из среды, это верующие сегодня, они оживотворяют этот мир. Почему? Женщина взяла, положила, говорят, три меры муки, закваску. Мы должны заквашивать этот мир евангельским словом, словом проповеди, а этого не будет, верующих всех подберут. Есть такой фильм «Шесть», видели? Шесть. Да, я смотрел вот так. Вот именно как будет, и как, это очень близко к действительности. Все на гильотину, и будут казнить. Мы должны маленько... То есть, вы, если Дух Святой будет изъят, вы имеете в виду, что... Из среды. Из среды. То есть, он не будет растворять. Он прочитает, нет, это не то, человек не сможет понять. Нам открывает Дух Святой. Всякое доброе даяние от Отца Светов, не потому, что он мусульманин, добрый, а потому, что Бог ему положил на это на сердце. И коммунисты делали добро. Всякое... Так, а теперь никто не назовет Иисуса, как Господом, как только Духом Святым. Вот определение какое. Да, кассиктанты признают, первая ступенька правильная у них. А дальше они остаются вне церкви. Они не идут дальше. Да, да, да. И кладезь бездны как бы открылся. Да. На три с половиной года будет выпущен сатана. 42 месяца. Да. И он будет мучить людей, и они будут искать как бы спасение. Да. Смерти будут искать, на смерть уйдет. Ну, да. Ее не будет. А как так? Не будет, не умирает человек, и все. Святые даже, мы считаем, которые, они об этом говорят, особенно хорошо сказал Ефрем Сирин слово его о втором пришествии Христа, когда монахи его просили, что даже святые говорили в то время, и мы бы не устояли. Мученики говорили. Мы не можем представить, вот эта шесть показана, как электрическим током, там с чем. Все внутренности, все разрывает. Вот. Это... Ну, это мне не так страшно, как страсти, которые в человеке, через которых дьявол может работать, действовать. Да, конечно. Но насильно ничего не сможет делать. Вот погибла группа Дятлова, девять человек. Что сатана, бесы вошли, разорвали все. Но снаружи ни одного пятна нет, а то изнутри кости ломали все. Какие там летали эти, аппараты-то? Бесы. Почему? Рядом Манси, он всю ночь бесновался, шаман. Они решили на гору пойти, все, провернуть и доказать ничего нет. И, видимо, прям показались, они ужасные, как Серафим Саровский говорит, что ты, Матавилу, что ты, ваше боголюбие. Явились, вот они сразу вошли в них, и они там ринулись, резали и бежали. Другого объяснения нету. Я везде это ставлю, говорю, они помешались на бесах. Ага, Филыковой показали, она посмотрела только, темные, какие мертвые, а бесы в разных местах живут. Она сразу стала говорить, там Коровин сидит, подрясник, я не знаю, чей он, какой, но говорит абсолютно правильно. Вот начинают, это КГБ субили, да вот там падали ракеты, да ну глупости. Хорошо, но если вот Дух Святой будет изъят, и Сатана будет отпущен, чтобы действовать, то люди, которые будут тогда под его воздействием грешить, они же будут грешить, их будет заставлять грешить, Сатана. Он же этим убивает людей. Но главное, чтобы грешить, то он не будет говорить грешить. Это три слова. Ну да, я не думаю, что люди спасение будут искать, чтобы не грешить. Ну а мы же не говорим, что они будут искать. Дело в том, что кто примет начертание, то ему нельзя уже будет. Духа покаяния не будет. Он не придет. он будет сможет покупать и продавать. Да, он покупать, продавать будет, а дальше-то никак. Обратиться он не может. Прощения не будет. Нету. А насчет покупать и продавать вы слышали, Андрей Ткачев, как он толкует это. А при чем тут Андрей Ткачев? Это так прямо речь о пище идет. Нет, там он говорит о духовном. И он говорит, что сектанты как бы... Да не надо, не надо. Это пища, пища, как в Америке сейчас. Сколько тебе посчитали? 15 кустов смородины, 20 кустов помидор. больше не имеешь права, никому не давать. То есть, уже сегодня ограничивают. Это у нас тут, у меня вот сосед, и у него 6700 гектаров земли. Вы имеете в виду телесную пищу? Телесную, конечно. А такой пищи не говорится продавать и покупать. Это выдумка. А духовно, что покупать, продавать? Она даром дается. Нет, но добрые дела. То есть, сектанты считают, что их добрые дела Бог за это наградят. За добрые дела обещана награда всем, но не сектантам. Только в церкви. Они считают так. Ну, мало что считают. Они еретики. А что еретики? Они не хотят говорить динаминация, конфессия. Я говорю, под этими покрывалами слово ересь стоит. Еще слепые. Нет этих слов. Понятия церкви у них никакого нет. Совершенно нулевое. А Христи... Святые отцы говорят, что сектанты отчасти как бы запечатлены. Печать Антихрица отчасти как бы. Я не знаю. Такого нигде в Библии нету, что отчасти. Или есть, или нет. Печать наполовину не рвется. Это не печать, а начертание. Начертание, да. Да. Нет, нигде этого нету. Нету. Но там имеется в виду, что их еще можно избавить от этого. Ефрем Серин говорит, почему правая рука запечатлевается и щело, чтобы не мог совершить крестного знамения. Я беседую, беседовали с одними. Они никак, никак баптисты. Я говорю, значит, печать Антихриста есть. Приехал брат Андрей, он прямо им говорит, вы тогда уже приняли? Нет. А почему же не можете перекрести? И с них как пеленат сразу слезло. Все приняли православие. Обыкновенно соверши крестное знамение, он не может, уже что-то есть. Приехал ко мне один из Сергиева Посада в Барнаул сюда. Специально приехал. И вот я думаю, так, там начал говорить, Серафима Роза, а я вижу, он куда прет, к буддистам. Я говорю, вы 4-12 Деяния Апостолов читали? Открываем. Ко мне приехал домой. Написано, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он молчит. Я говорю, нет другого имени, ни буддания, ни никто. Нет другого имени, нет. Можешь, а он грамотный человек. Я говорю, прочитайте. Он открыл, считает. 11 стих считает, 12 не считает. Это 12 стих, 4 глава Деяна. Я говорю, ну, прочитай. Он поставил, поставил и говорит, а я не могу просчитать. Я говорю, как не может? Ты же сейчас считал. 14 стих считает, а 12 не могу. Произнести не может. Язык связан. Прямо натурально я вижу. Уже во рту сатана сидит. Нет другого имени, нету никакого. Никто не спасется. Никак. Да, примерно это я хотел спросить вас. Ну, вот так. Меня больше интересует апокалипсис сейчас. это. Ну, а вы наш трехтомник знаете? Да, да, я скачал его. Все, больше лучшего толкования нету, потому что отец Геннадий взял всех святых отцов. Ну, если я захочу купить у вас это. Ну, это трехтомник. Три тома. Полное толкование. Блажина на феврилах, ну, пожалуйста. Вы сейчас напишите здесь адрес, чтобы знать, сколько стоит пересылка. Трехтомник, каждый том 752 страницы. Это 3000. Там в них 240 иллюстрации Гюстава Даре раскрашенные. И Библии тоже можно заказать, допустим? Библии нет. Которые синодальные переводы. Синодальные там у себя, где вы находитесь. Там нет. Нет у нас, не продается это. Ну, заказать его можете. Обратитесь в патриархию, они пришлют. У нас тут магазин придешь, церковный, там Библии лежат, синодального перевода, разные издания, богатейшие, просто богатейшие. Насчитывал, так мне приходилось по одному тому со всей страны собирать. Я первый в стране насчитал эти 12 томов и выставил в интернет Златоуста. 12 томов Жития Святых насчитал, а книг-то не было. Ой, как трудно было. Ну, все позади. Да. Просто у меня сейчас два лагеря сделались, консерваторы и либералы. Не надо. Господь сказал... это не библейское, я знаю, но я имею в виду... Вот при Гитлере и Сталине два партия, нацисты и коммунисты. Сегодня боятся, они пишут мне тут, люди это отсюда пишут. Вот такая беда в армию набирает, Дмитрий Смирнов говорит об этом, ему там пишут оттуда офицеры. Молодежь вся языческая, неоязычество. А там от Левашова поднабрались, от Петрова Константина, там Двухлебова, там какая их своя компания, братья это. Но я говорю, еще, это самое опасное. Нет! Вот начинает, всем смертных грехов. Нет! Верующий Сына Божий не грешит, Иоанн говорит, не грешит. А дальше говорит, и не может грешить. То есть, это не его природа. Надо бы народиться свыше. А остальное тебя не касается. Ты проповедуй. И ты увидишь, как горы рухнут. Ты доверься Богу только. Я говорю то, что знаю, пережил, и что у меня есть. Я 50, теперь уже 6 лет на этом поприще. И скажу, ни разу, нигде Господь не посрамил. Такие большие были встречи, огромные, огромные встречи с сектантами. Господь все поставит на место. Так, чтобы сказать, вот они правы. Нет, ни разу не было и не может быть. Православие это вершина. Это целомудрие, это стыдливость, знание. Все здесь есть. И надо Бога благодарить, что мы мужчины, Бога благодарить, что мы христиане и что мы православные. Вот. Все время благодарить. А как Вы объясняете, что власть сейчас повернулась в церкви и сильно ее поддерживает? Ну, да какой церкви-то? Мы должны сказать. Вот, называется Великодержавники. Ну, я встретился с замгубернатора. Это большая единица для края. И гляжу, у него журнал стоит, лежит. Гляжу, это Великодержавная. Там прямо написано «Мы за православие, но против христианства». То есть сегодняшнее православие к христианству мало имеет дела. И поэтому сатане, пожалуйста, крутите. Я вот, у меня книга есть к истинному православию. К истинному православию. Там все вопросы ответили. Я 40 лет собирал материалы для нее. Это какие отцы, какие соборы, жития. Она небольшая книга, там 430 страниц, но она буквально из одних этих выписок. Так там о покаянии, о крещении, о церкви, о священстве, о табакокурении, о брадобрите. Ну, все есть, все. Пожалуйста. Да, да. И во всех государствах я видел, что любая религия государственная, которую, допустим, даже буддисты, они поддерживают. Ну, да как... То есть все повернулись как бы назад. Да, да, этот, Трамп, вы знаете, кто он? Да, да, А кто он по вере? Католик, наверное. Нет, конечно. Нет? Нет. Буддист? И не мормон, и не баптист. Буддист, что ли? Нет, не буддист. Не знаю. А вы зарядите, посмотрите. Православный, что ли? Нет, конечно, он не православный, он еретик, самый настоящий. Но такой мягкий еретик, он не нападает. Это учение в Англии было, и они там правили. Знаете, были кальвинисты здесь на материках, а это там. И там у него кто-то есть, они рядом даже двое там сидят, и разные веры, как бы, одно и то же все, не церковь. У них религия, это не думай, что важную роль играет. Да, конечно. Хорошо, Игнатий Духович, спасибо, что ответили. У нас говорят, спаси Христос. Спаси Христос, да. Аллилуйя. Амин. Спасибо вам большое. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Во славу Божию. Во славу Божию. Сейчас. Сейчас. У? У? У?